Корейцы действительно, они очень часто переезжают, и это часто связано, например, с изменением места работы, часто как бы подбирают себе жилье, чтобы рядом находились хорошие школы для своих детей. Я тоже, например, своим мужем в Корее у нас есть свое жилье, мы несколько раз переезжали. Даже с учетом, получается, кредита, вы можете спокойно продать квартиру и переехать в другой район. Почему, например, в Аренде живут многие? Все-таки потому, что недвижимость в Корее, она достаточно высокая в столичном регионе. В Сеуле, например, в основном, основная рабочая масса, там, конечно, цены на недвижимость высокие, поэтому в основном те, кто не могут себе позволить купить жилье, когда они в основном арендуют. Что касается сноса и проектов реновации, наоборот, в этом плане корейцы более, мне кажется, продвинутые, чем русскоязычные, потому что это одно из направлений инвестиций в Корею. Они специально покупают старое ветхое жилье для того, чтобы через какое-то время, например, оно снеслось и на этом месте построили что-то новое. Как только такие проекты или инновации утверждаются государством, цены на недвижимость практически сразу начинают расти в этом регионе. В два раза, как минимум, цены вырастают. Поэтому они специально ищут такие районы, такое ветхое жилье, получается, с планом того, что недвижимость потом пойдет под снос. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!